Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Обе посылки анонсированные мне пришли на этой неделе. Монет количество достаточно большое, ну, относительно, конечно. Поэтому, по традиции, разделим данный обзор на несколько видео, которые я буду выкладывать по мере собственных возможностей. Также хочу немножко похвастаться, что количество моей личной коллекции по типам, если брать, перевалило количество монет. За 4 тысячи. Ну, это лирика. Давайте начнем данное видео с таких вот австрийских монет, достоинствов 5 шиллингов 1982 и 1986 годов. На аверсах данных монет изображен всадник на лошади. Как утверждает сайт numista.com, данная лошадь является лошадью лепицианской породы. Такие вот монеты довольно простые. Все их, наверное, видели. Далее. Современная венгерская монета. Плоховато видно. Достоинством в 50 форентов 1994 года выпуска. Такая вот монета, довольно крупная. На аверсе данной монеты, сейчас как-нибудь поймаю угол, чтобы было лучше видно, изображен балабан. Это вид хищных птиц семейства соколинных. Балабан является балабан национальной птицей Венгрии. И как утверждает Википедия, венгерская мифологическая птица, мифическая, прошу прощения, птица Турул, предположительно, являлась или является именно балабаном. Такая вот венгерская монета. Далее. Монета Федеративной Республики Германии. Достоинством в 50 фенигов 1949 года. Выпущена данная монета монетным двором Штутгарта. О чем свидетельствует заглавная латинская буква Ф. Ниже номинала расположенная. О монетных дворах ФРГ я как-то упоминал. В своих прошлых видео. Кому интересно, естественно, оставлю ссылку в описании. Кстати, о монетах данного типа я также делал обзор. Также ссылку оставлю. Данная монета примечательна тем, что на ней расположена на Аверсе надпись Банк немецких земель. Напомню, что Банк немецких земель это предшественник Бундесбанка. Контролировался он до 1951 года союзниками, то есть США, Великобритании и Франции. Ну, а на реверсе монеты изображена так называемая трюмерфрау, что в переводе означает примерно «женщина на руинах». Так назывались немецкие и австрийские женщины, которые участвовали в расчистке и восстановлении немецких и австрийских городов, которые подверглись союзническим бомбардировкам. Далее. Также монеты ФРГ. Также достоинством 50 феников. Выпущена данная монета монетным двором Карлсруя. Напомню, что Карлсруя – это немецкий город, расположенный в земле Баден-Вюртемберг. Ну, здесь мы уже видим надпись именно «Федеративная республика Германия», а не «Банк немецких земель». Ну, а на реверсе мы также видим «Триумерфрау» с ростком дуба в руке. 50 феников 1950 года выпуска. Далее. Также немецкая монета. Достоинством в одну немецкую марку 1950 года выпуска. монетным двором Карлсруя выпущена данная монета. На реверсе монеты изображен так называемый «Федеральный орел» ФРГ. Это гербовый орел, который изображается без гербового щита, является также государственным символом ФРГ. Такая вот монетка. Думаю, что все ее видели. 1950 года выпуска данная монета. Далее. Также монета достоинством в одну немецкую марку 1975 года выпуска. выпущенная монетным двором города Штутгарт. Также напомню, что Штутгарт является столицей и крупнейшим городом все той же земли Баден-Вюртенберг, в которой располагается и город Карлсруя, как я уже перед этим сказал. Еще раз напомню, что о монетах данного типа и о монетных дворах ФРГ я делал обзоры. Ставлю ссылку в описании для тех, кому это интересно. Такие вот монетки. Давно, кстати говоря, у меня не было в пополнении монет Германии. Как бы так. Далее. Две польских монеты 1949 года достоинством в 50 грошей и 1 злотый. Монеты выполнены из медно-никелевого сплава. Напомню, что выпущены были монеты в 1949 году также из алюминия. Данные монеты еще примечательны тем, что видим мы в самоназвании именно Республика Польская, а не Польская Народная Республика. Напомню, что по-моему до по-моему 51 или 52 года, не буду врать, Польша называлась именно Республика Польская, а потом она уже стала называться Польской Народной Республикой. Такие вот монетки. Кстати говоря, пополнений монет Польши у меня также давненько не было. Ну и наконец такая вот довольно интересная монета, монета чешская 2000 года выпуска, памятная, посвящена она смене тысячелетий и естественно 2000 году. 20 чешских крон данной монеты номиналом напомню 2000 года выпуска. на реверсе монеты изображена астролябия. Также напомню, что астролябия это один из старейших астрономических инструментов. Вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. Скажу опять же, что в следующих видео мы продолжим разбирать с вами данное пополнение. Ну, а я всем желаю удачи в пополнении коллекции и до новых встреч! Продолжение следует...